Детки со специальных научных установ на великой сцене. Республиканский фестиваль «Веселковый Карагод» собрал в Могилею больше за 200 талиновитых малых зуся горы Гийону. С фестиваля репортаж Татьяны Дмитриевой. Мы сюда приехали, чтобы танцевать по огуркам под дождем. Мы приехали сюда показать танец Барбарики и что такое доброта. Радость у их вачах, отшувание, что и они соправдные таленты. Не глядяши на тяжкости и переживания, что выпали на их лёс, на этом фестивале. Это и дети соправдные зорки. Вам нравится танцевать? Да! Вы собираетесь победить? Да! Первое место занять. Фестиваль проходит раз на три года. И он продугледживает зональные, областные этапы и финальный республиканский галоконцерт. Важно то, что этот фестиваль проводится среди детей с особенностями. И для них это важно. Именно как фактор самореализации в последующей их жизни и сегодня определение тех направлений, в которых они могут себя проявить. Ведь для этого ребёнка, наверное, самое важное – быть полезным, нужным, чувствовать свою значимость в этой жизни. Могилёшина – шострый регион, где проходит областный этап фестиваля конкурса. По словам членов республиканского жюри, у Могилёви их особливо уразила выстава творческих работ. Выхованцы у интерната, у детей-сирот, детей, покинутых без опеки батьков и деток с особливостями психофизичного развития. Члены жюри, конечно, обращают внимание на то, что это дети с особенностями. Но здесь, конечно, представлены и дети-сироты, и воспитанники санаторных школ и интернатов. Но вместе с тем самое главное – это качество представленных номеров. Да, мы учитываем, что это ребёнок с особенностями, но тем не менее мы видим, чего могут достигнуть эти дети. Для некоторых деток с особливостями развития зарабить самый простой узор – это тяжкая праца разом с педагогом. Алия Яны – это робить. Тому кожный малёнок, кожный экспонат и кожный концертный номер – это великая перемога и великая радость.